Вот здесь моя комната. Здесь должна быть моя кровать. Семилетняя Наташа уже по-хозяйски выбрала себе спальню и даже решила, где будут стоять кровать, плотяной шкаф и письменный стол. Завтра семье Щербаковых предстоит переезд в новую трехкомнатную квартиру. То, что больше не придется скитаться по съемным жилищам и ютиться в Хрущевке, Ольга Ивановна до сих пор не может поверить. Хотя договоры ключи уже держат в руках. Потому что сильно большие комнаты. Там так летушки, трамвайчиком, две комнаты вместе, из одной комнаты другая комната. Не развернуться ничего. Кухня там шесть метров, вообще не повернуться. А всем охота. А здесь такие хоромы, конечно. Будучи инвалидом третьей группы, Ольга Ивановна с тремя детьми сначала жила в коммуналке. Потом получила полуторку от школы, в которой работала уборщицей. Затем скопила на двушку. Когда дети выросли, им пришлось съехать. В родительском доме в Семиром стало не развернуться. Почти пять лет снимала квартиру. Жизнь была негде. Жили в очень маленькой двухкомнатной смещенной квартире. Мне приходилось с ребенком снимать квартиру. Сама зарплата входила туда. Узнав об этой новости, мы переехали к родителям опять. Думаю, недельку поветимся, но зато будем жить как-то дружно, весело, но просторно. 130 квадратных метров жилья в Курчатовском районе многодетной челябинской семье предоставили по социальному найму. Семья многодетная, трое детей. 26 лет стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Конечно, это очень долго. Но тем не менее, администрация города свою обязанность выполнила. Хороший этаж, место неплохое. По списку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий Щербаковы, уже 35-ми в этом году отметят новоселье. Пока в Челябинске остается еще 10 тысяч таких очередников. Продолжение следует...